Магазин Привет, меня зовут Александр Тимофеев и я ведущий программы Нотабана А совсем недавно я стал отцом, знакомьтесь, это Соня Ты как ребенка держишь? А это наша мама Катя, она умеет обращаться с Соней, а я нет Катя! Катя! 20? Катя, а сколько сыпать-то? Не на минуту тебя с ребенком оставить нельзя, а что будет, если тебя на сутки с ней оставить? Ну, через пару месяцев посмотрим Посмотрим? Посмотрим Лестница, это мой кошмар, вот что с ней делать я пока еще не придумал, мы сюда вернемся позже В доме полно других и не таких очевидных ловушек Папа 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 Тёмная мамочка Аааааааааааааа всю прошедшую неделю примерял на себя главную роль папы защитника сегодня будет много занудства узнал как от бытовых травм спасаются опытные это юля она старше софии ее мама рассказывает что девочка много двигается ей все интересно и удержать невозможно взрослые пытались например выкрутили ручки со шкафов на кухне ну пока она была маленькая пока ползала она не ничего не трогала сейчас все она уже достает верхние ручки поэтому ручки теперь не преграда нам вообще освобождаем шкафы чтобы там ничего такого не лежало что может повредить и заглушки у нас есть вот здесь что это заглушка это заглушки-то розетки вот здесь заглушки у нас на самых видных местах мы поставили заглушки и вот по под столом она когда маленькая была совсем постоянно лазила туда отношение детей с животными это отдельная тема котов не зря зовут няньками они терпят или сбегают с собаками страшнее у нас во дворе живет собака это большая овчарка она очень игривая и тяжелая боюсь когда она расшалится на дочку снесет вот спросил совета профессионального дрессировщика он сказал что для начала нужно собаку и ребенка познакомить нужно чтобы лохматый знал всех членов семьи по имени и кто главный если собака дрессирована и знает членов семьи всех по имени допустим где мама где костя где допустим соня да то она воспринимает это да за членов семьи в этой семье да вот а в других случаях если собака не понимает что это она также относится к ним как своим собакам щенкам без дрессировки никаких детей не приближать к виду потому что неизвестно что у него в голове и дрессировщик должен пройти тестирование у собаки то есть провести на что собака годна для какой службы допустим а потом уже работать если у собаки нервная схема очень плохая то ее вообще лучше не приближать к детям если ребенок всегда живет в чувстве безопасности собака всему всегда к нему очень лояльные добра он не сможет понимать что она бывает еще очень злая поэтому возможно показать ребенку что в этих ситуациях например эта собака очень большая бывает злая на кого-то другого ребенку уже запишется это в памяти в ощущениях что она может быть злая ребенок не может силу своего опыта понять что это опасно что это безопасно он просто хочет познавать действительность и мы как родители должны создавать ему опыт багаж такой на который он может опираться поэтому мне кажется иногда нужно создать искусственные ситуации опасности под контролем взрослого и тогда ребенок будет понимать что это уже опасно то есть например ребенок никогда не узнает что утюг горячий что он обжигает что может быть и волдырь и больно пока он не обожгется обычная анатомическая и ортопедическая обувь на любой вкус и кошелек магазин башмачок абакан а теперь лови ну или сиди спокойно ребенок в развлекательном центре если он правильный опасности нет в хорошем заведении на входе висят правила папа читает и расписывается в том что все понял полы чистые никаких мелких предметов быть не должно на все аттракционы в хорошем центре есть сертификаты их можно посмотреть для тех кто как и я в бумагах не разбирается есть простые советы батут должен быть упругим обязательно то есть у него должно быть хорошее качество он не должен там прогинаться проваливаться на батуте должны быть правила с которыми родители должны ознакомиться детское лего крупная то есть можно построить домик оно тоже без всех без острых углов то есть ничего в нем такого нет что может повредить ребенку пластик качественный от него нет ни запаха ничего все до чего может дотянуться ребенок правильный развлекательный центр обрабатывает медицинским раствором каждое утро это как в операционной детский центр кубики приглашает малышей каждый день не только на праздники лето уходит а тут всегда тепло и весело кубики искать в абакане по щетинке на 32 а это мы отправились на прогулку на улице дождь немножечко идет мне кажется я переборщил не безопасности лишней не бывает а вообще странные ощущения я не очень хорошо понимаю что в этом находят мамы но наверно это полезно здоровье может просто скучно не знаю нам пока мокро ой привет нашему кайбальскому мэру прошло пять минут прогулки мы возвращаемся что-то нам не понравилось плачет и не успокаивается срочно мама помощь нужна крепкое здоровье залог безопасности мои девчонки это знают и дружно занимаются фитнесом есть такие группы где мама и малыш в одном зале хочешь упражняйся вдвоем но ребенок тут не гирька он просто на глазах зал большой лишних предметов нет если ребенок расшалится то инструктор возьмет его на руки как правило она сама мама упражнения базовые то есть по силам девушки после родов моей жене нравится она отвлекается от домашней суеты и знакомиться с девчонками и дочь радуется новым друзьям фитнес-центр к-2 приглашает на занятия мам с детьми от трех месяцев до двух лет 24 августа черный четверг распродажа фитнеса от 799 рублей подробности по телефону 327 515 адрес кирова 107 еще узнал какие кроватки безопасны хорошие из дерева береза или сосна это экологичные материалы и гипоаллергенные я купил дочери кровать трансформер она на вырост до 9 лет есть пеленальный столик лучше выбирать широким столиком и с бортами важно чтобы кровать была без острых углов да ребенок грезет мебель а это значит лучше перильца с силиконовой накладкой расстояние между прутьями узкое чтобы голова не застряла а сама кроватка с реечным дном для вентиляции матрас для младенца выбираем жесткий чтобы не было искривление позвоночника когда подрастет можно мягче сегодня в магазинах есть двусторонние жесткий с одной мягкий с другой в детском острове есть все к рождению малыша большой выбор кроваток и колясок много хлопковой одежды ползунки распашонки от 90 рублей боди и комбинезоны на любой цвет и кошелек есть акции и распродажи подробности у продавцов что я понял за неделю пока спасал дочь от всего а не надо этого делать пусть падает набивает шишки моя задача чтобы ничего страшнее не случилось если она пихает руку в пасть к собаке надо научить дочь что собаки бывают злые а самого пса научить чтобы он нормально к ребенку относился этот принцип он работает во всем лестница то на самом деле не страшно надо просто научить с нее не падать все пока магазин у нас народный он для всей семьи пригодный помогала вам ты приходи маме с папой мне воде кризис ваш бюджет уменьшил ну-ка не грустите в галамарте дешево сюда и приходите а